Виталий Химик Виталий Химик Виталий Химик искового производства, которое проводится без предварительного заседания. Давно мы ждали процессуалисты наконец-то решить вопрос невозможности подачи новых доказательств на следующих этапах в апелляции, в касации. Теперь все доказательства должны быть поданы сторонами на момент предварительного заседания, например, в США, где нельзя из рукава вытащить какой-то козырь и уже в прениях предоставить новое доказательство. Стороны должны быть с ними ознакомлены на предварительном заседании и решить, судиться им дальше, может быть, помириться, может быть, прийти к каким-то другим примирительным процедурам. Далее появилось понятие примирения судом сторон, когда суд отдельно или со сторонами вместе пытается их примирить в течение месяца, и только если не получилось, они идут дальше. Следующая монополия адвокатуры. Приятный или неприятный сюрприз, но он есть, и с 2020 года уже по всем категориям, но кроме малозлачительных, представляет интересы граждан, государства, коммунальных структур, юридических лиц только адвокат. Плюс, конечно, есть большой профессиональный процесс, это более высокий стандарт правовой помощи, но минус, конечно, возрастут затраты на такой процесс. Закреплены понятия электронных доказательств. Если раньше мы спорили, насколько они допустимы, как они должны присоединяться к делу, как мы к ним относимся на сегодняшний день, и не прямо в профессиональных кодексах предусмотрены. Я знаю многих адвокатов, которые хвастаются тем, что знают миллион способов, как затянуть дело. Это очень плохо, целый ресурс государственный в судебном процессе задействован, стороны, свидетели приезжают, а кто-то заболел, ну, фиктивно заболел, или еще как-нибудь затягивает, подает технические иски и много других способов заупотребления. Теперь судья может штрафовать, и в некоторых случаях достаточно болезненные будут штрафы. Это должно нас всех дисциплинировать. Процесс – это место профессиональной дискуссии. Мы должны добиться справедливости, а не клявничать, сутяжничать и так далее. И, конечно же, отдельно хочется отметить на электронном суде. Об этом сегодня настолько много говорят. Возможность удаленно работать судом, подавать заявления, получать от суда документы, знакомиться в электронном кабинете со всеми доказательствами, которые подала другая сторона. Это фантастически экономит время, когда вы не должны ехать за 100 километров в суд, а тем более сейчас они укрупняются. И вы сможете в своем электронном кабинете ознакомиться со всем, что вам может быть интересно, сформировать свою правовую позицию, при этом не потратив дополнительно деньги, время. Это очень хорошо. Как это заработают? Есть, конечно, риски, насколько будет обеспечена беспрерывная, корректная работа программного обеспечения. Но это все как покажет будущее. Это очень прогрессивно. И мир идет очень быстрыми шагами к онлайн-правосудию, онлайн-правительству. Это сейчас очень модные темы. И Украина значительно эволюционировала в предоставлении онлайн-услуг. И в том числе ЕСУД. Это очень хорошо. Вопрос, Денис, у нас сколько факультет принимает активное участие в законотворческой деятельности? Насколько я знаю, не только преподаватели, профессоры, но и студенты свои первые языки, первые шаги делают, чтобы помогать в принятии таких важных решений, в том числе и разработке изменений в законодательстве. Говоря о тех изменениях, которые только что подчеркнула Нелли Юрьевна, у нас буквально недавно проходила неделя гражданского процесса, организованная кафедра гражданского процесса. И вот в рамках этой недели было множество мероприятий. И на одном из них проговаривались и обсуждались все новые изменения, возможность практической их реализации, те казусы, которые могут возникнуть при их реализации. И вы знаете, студенты очень активно включались в этот процесс. Почему? Потому что был подход к этому нестандартный. Одно из мероприятий, которое проходило в рамках этой недели, это был конкурс, который назывался, творческий конкурс, назывался гражданский процесс как студенческий перформанс. И вот в такой шуточной форме, в игровой форме команды студентов должны были представлять свои доклады, говорить о гражданском процессе, о изменениях. И сегодня это заинтересовывает студентов. Сегодня совершенно другое время. Сегодня нужно подавать информацию, подавать знания совершенно по-другому. Именно таким образом и происходит на факультете гражданской хозяйственной юстиции. У нас, например, сегодня есть такой курс, дисциплина, которая называется «Электронное судопроизводство». Но она читается по кафедре гражданского процесса. Наверное, Нелли Юрьевна может более детально остановиться и рассказать о такой дисциплине. У нас очень много инновационных вещей, которых сегодня нет ни в одном вузе, ни на одном факультете. Вот говоря, даже дисциплины электронной судопроизводства только позавчера был подписан закон, и были подписаны изменения, и теперь электронное судопроизводство является обязательным. А у нас уже с 1 сентября преподавателями кафедры гражданского процесса преподается эта дисциплина. У нас вот недавно были гости из Польши, с других университетов, и они говорят, вот только подписан закон, как у вас уже есть такая дисциплина. А вот этим мы и выделяемся тем, что мы стараемся идти в ногу со временем. Пока многие придумают такой спецкурс, мы уже выпустим специалистов, которые могут пользоваться этой программой. Вопрос к Нелли Юрьевне. Как раз согласны ли вы с тем возверждением, что юрист, который не идет в ногу со временем, неинформированный юрист, это юрист слабый, и в дальнейшем трудно будет ему найти себя в этой жизни? Вы знаете, мы вообще говорим о том, о электронном суде, электронном юристе, электронном адвокате. Скоро нас вытеснят боты, программы, программные продукты, и нам надо к этому готовиться. Только высококвалифицированный специалист будет востребован, и нам надо таких готовить. Почему мы предложили электронное судопроизводство, как спецкурс, и Денис Алексеевич его поддержал, он все поддерживает новое и прогрессивное. Декан молодой, он обязан, потому что они ничего не поддерживают. И этот спецкурс, который мы как бы на опережение пошли, сейчас он получится как раз в ногу. Мы научим студентов, во-первых, иностранному опыту. Многие информационные проекты в других странах, в частности, Великобритания, потерпели фиаско, на них были потрачены огромные деньги, но они не заработали. Конечный потребитель не получил пользы, не получил мотива, почему ей пользоваться, а где-то, например, Сингапур, Италия, в которой мы будем проводить пример студента, они заработали, и там есть какие-то факторы, которые повлияли на то, что было хорошо или стало хорошо, или стали люди пользоваться. И поэтому наша задача научить студентов, не только то, что написано в кодексах, научить их пользоваться инструментами электронного суда. Некоторые инструменты электронного суда уже на сегодняшний день доступны физическим и юридическим лицам, и реестр судебных решений, реестр законов, реестр банкротств. Все этим уже надо пользоваться. Это тоже опция электронного суда. Но то, что предлагается в будущем, это возможность полного безбумажного отношения суда и участника. Это очень прогрессивно. Но я хочу отметить, и ваше внимание заострить, это не обязанность участника процесса участвовать в электронном виде с судом. Это его право. Но если он подает в электронном виде уже иск, дальше он связан этим, и только в электронном виде будет обязан подавать все доказательства и другие процессуальные документы. Некоторые категории, адвокаты, исполнители, арбитражные управляющие, государственные органы и местные органы будут обязаны зарегистрировать официальные электронные адреса. И со дня, когда вступят в силу изменения эти, всякое электронное уведомление этих лиц по электронной официальной почте будет надлежащим уведомлением. И нельзя будет теперь уклоняться от повестки. В суд надо будет ходить и отстаивать или свое право, или защищаться от иска. Мы все должны стать более дисциплинированными, добросовестными и должны понимать, что любые законодательные изменения, они не дадут эффекта, если мы с вами все не будем добросовестно пользоваться своими правами. Англичане правильно говорят, твоя совобода заканчивается на уноса твоего соседа. Нужно об этом помнить, нужно уважать права других людей, и тогда ты можешь требовать уважения к себе. Вопрос. Денису касательно, опять-таки, деятельности факультета, в этих важных изменениях студенты приходят, принимают участие в таких важных мероприятиях, необычных перформансах, идут в ногу со временем. Но ведь студенческая жизнь, мы продолжаем это повторять, это не только, в том числе, научные эксперименты. Люди должны полноценной студенческой жизнью жить. Получается ли на факультете гражданской хозяйственной юстиции? Ну, в этом направлении, знаете, студенческая жизнь у нас бурлит. Она развивается во всех абсолютно направлениях, и в науке, и в творчестве, и в спорте. Потому что сегодня каждый из работодателей требует не просто профессионала, а всесторонне развитую личность, которая является коммуникабельной, которая умеет общаться, которая умеет организовывать многие процессы, потому что сегодня мы видим сокращение финансирования во многих направлениях. Все-таки экономика у нас, пока, к сожалению, очень слабо развивается, и многие отделы объединяются, поэтому сегодня работодатель ищет именно всесторонне развитую личность. И у нас на факультете формируется именно такой профессионал, потому что говорить о творчестве, у нас абсолютно во всех направлениях, у нас есть свой танцевальный коллектив, который участвует абсолютно во всех городских, областных фестивалях и конкурсах. У нас есть своя команда КВН, вот сейчас они вышли в финал нашего самого престижного областного турнира Кубок Мэра. Из 50 команд, они вот, 6 команд вышли в финал. Они до этого были победителями на фестивале. У нас вокальная студия работает в спорте, у нас абсолютно все есть команды, баскетбол, волейбол, и всегда в Спартакеаде, только на передовых позициях. Мы сегодня стараемся организовать, у нас очень активно действующий студенческий совет, у нас они организовывают каждый день какие-то мероприятия, конкурсы на больших переменах, это всегда, это вот то, что заряжает студентов позитивом. У нас преподаватель-преподаватель, а студент-студент, это только на практическом или лекционном занятии. А после мы все одна большая дружная семья, мы вместе играем и в футбол, мы вместе катаемся на велосипедах, мы вместе ходим на шашлыки. Именно таким образом мы организовываем сегодня досуг, студенческую жизнь, и таким образом движемся. Я хотел еще добавить, возвращаясь все-таки к нашему электронному суду, по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова, на факультете будут созданы компьютерные классы, и компьютерные классы будут обеспечены программами, и студенты могут не только в теории познавать такие дисциплины, но и на практике, что немаловажно. А второй аспект важный качественного обеспечения этой дисциплины, это у нас существует договоренность с Киевским районным судом города Одессы, и наши студенты в рамках этих практических занятий приходят непосредственно в суд и могут посмотреть, как на практике работает эта программа, задать вопросы судям, задать вопросы помощникам судей, секретарям судебных заседаний, с чем они сталкиваются. Потому что в этом плане, конечно, Киевский районный суд является уникальным, эта программа там уже несколько лет работает, она как необязательная, как эксперимент, она финансировалась за внебюджетные средства американской внеправительственной организации, она там успешно работает, и студенты на практике выходят туда и ознакомляются с этой программой. Можно сказать, что идет вхождение в профессию уже с первых курсов, человек понимает, человек, который учится на вашей факультете, понимает, что ждет в будущем, может ознакомиться с этим. Абсолютно, у нас существует часть учебного процесса, является это прохождение практики после первого, второго, третьего, четвертого курса. И наши студенты, для того, чтобы определиться, кем он хочет в дальнейшем быть, он после первого курса идет для прохождения практики, например, в суд. После второго курса он идет для прохождения практики к нотариусу. После третьего курса он идет в прокуратуру. После четвертого помощником адвоката. И когда на пятом курсе ему нужно уже думать о трудоустройстве, Он был во всех инстанциях, он знает, что ему ближе, где он сможет себя лучше реализовать. И таким образом наши студенты выходят на пятый курс уже подготовленными профессионалами, которые сегодня затребованы на рынке труда. Большое спасибо Нелли Денис за полезную информацию. Я желаю успехов вам в вашей работе, тем более, когда эта работа имеет значение не только для конкретно взятого УЗа города, но и страны в целом. Спасибо, что уделили время в своем графике, приходите еще. Ну и поздравляю вас с грядущим 20-летним Одесской юридической академией. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя и до новых встреч в эфире.